Так что продвигая сегодня тезис равной ответственности России, Советского Союза и Германии за развязывание Второй мировой войны, мне кажется, что западные историки, к сожалению, многие российские историки, они пытаются всячески снять ответственность западных стран за умиротворение Гитлера, которое имело место в 30-е годы. И мы все с вами хорошо знаем, что по-прежнему подвергается яростным атакам советско-германский договор о ненападении, несмотря на то, что, как уже действительно Андрей Ильич говорил в предыдущей лекции, все западные страны заключили соглашение с Гитлером гораздо раньше, чем Советский Союз. Более того, Гитлеру не просто была отдана, например, Судетская область перед войной, но и многие страны поживились за счет Чехословакии. Польша получила, в конце концов, Тишинскую Силезию, например, Венгрию оккупировала юг Словакии. В конце концов, тогда же был и захвачен Мемель, это Клайпецкий край Литвы. Так что рассуждать о моральной позиции советского руководства, мне кажется, совершенно недопустимо. Более того, для национальной безопасности Советского Союза, а национальная безопасность – это святая святых любого государства, для национальной безопасности СССР этот пакт принес очень много и имеет большое значение. И что касается еще одного тезиса о том, что Советский Союз якобы готовил превентивную войну против Германии, в частности, эта фальшивка о ответе Германии на акт, якобы акт агрессии со стороны Советского Союза, был запущен еще в 1941 году. Как известно, 22 июня 1941 года в заявлении германского посла Шиленберга, переданном советскому правительству, были факты о том, что якобы Германия отвечает на стремление Советского Союза взорвать ее изнутри. Но на самом деле, вот опять же факты, значит, смотрите, если мы посмотрим на 3000 приказов наркомов обороны СССР в Рашиловой Тимошенко, начиная с 37 по 21 июня 1941 года, то ни один из оперативных планов западных приграничных округов и этих приказов не содержит даже намека на подготовку к нападению Германии. То есть в документах такого рода нельзя скрыть подготовку серьезную. Если бы такая подготовка велась действительно, ее невозможно было бы утаить ни перед историками, ни там, скажем, людьми, которые, собственно, там занимаются журналистскими расследованиями и так далее. Конечно, имело место развертывание аэродромов, речь шла об укреплении обороноспособности страны, но это именно предполагало выстраивание сильной обороны, но ни в коем случае не нападение. Кстати, убогость такого рода подходов и в частности методологии Резуна Суворова на большом фактическом материале опроверг известнейший израильский историк Габриэль Городецкий. Он директор Центра по изучению России в Восточной Европе в Тель-Авивском университете. И он, в частности, писал, вопреки тому, что утверждает Суворов и его последователи, к июню 41-го года ни механизированные войска Красной Армии, ни ее ВВС не находились в состоянии готовности к войне. Теперь о фальсификации по умолчанию. Когда говорят о жертвах войны, называют, прежде всего, евреев, цыган, гомосексуалистов, но, как правило, не говорят о русских и славянах вообще. А вот давайте посмотрим, опять же, на статистику. Военные потери Советского Союза составляли 11 миллионов 900 тысяч. Германии 8 миллионов 876 тысяч. Пленные, теперь, советские пленные 4 миллиона 576 тысяч, из которых на родину, это очень важный момент, вернулся 1 миллион 559 тысяч. Немцы в СССР в плену находились, которые, это 3 миллиона 576 тысяч, 70% из которых вернулись на родину, в сравнении с советскими военнопленными. Советских людей в плену умерло в 5 раз больше, чем немцы. Потери мирного населения 14 миллионов 700 тысяч. Из них более 7,5 миллионов сознательно и систематически истреблялись немцами. 4 миллиона погибли в тяжелых условиях оккупации. 2 с лишним миллиона на принудительных работах в Германии. Но возьмем другой пример. В то же время, от кого была основная потеря гражданского населения в Германии? 4 миллиона гражданских лиц погибли от бомбардировок в Германии. Причем именно в результате англо-американских бомбардировок, которые сознательно уничтожали население Германии, в соответствии с программой, разработанной Куртом Леменом и фон Нейманом. И это делалось не столько, чтобы физически только уничтожить противника, но и в психологических целях, чтобы поставить окончательно немецкий народ на колени. И в этой связи, в соотношении с этими цифрами, давайте концептуально посмотрим, на высказывание выдающихся людей того времени на проблему, связанную с Германией и немецким народом. Если Черчилль, например, в своем письме пишет о том, что мы воюем не с Гитлером, и даже не с национал-социализмом, а с духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился, в противовес Сталин, выступая, говорит о том, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И даже концептуально очевидна катастрофическая разница в подходах западных коллег англосаксов, прежде всего, с отечественными советскими. Что же касается фальсификации по умолчанию, то, например, в западноевропейских и американских учебниках все время подается, что решающую роль в войне сыграли, прежде всего, англо-американские войска. Ну, например, такие операции описываются, как Макбет-Гарден в Голландии, как высадка в Нормандии, наверное, вы точно все знаете, как битва за Атолл Мидуэй. А в то же время, например, Сталинградская битва, Курская битва, если упоминаются вообще в учебниках, это хорошо, но если упоминаются, то как тогда такие региональные битвы? А, скорее всего, не упоминаются и вовсе. И получается, что создается совершенно ложное впечатление у людей, которые читают эти учебники. Вот в первый день семинара, когда происходило открытие в здании Совета Европы, в одном из выступлений были вспомнили, вспоминали жертв от сброшенных на Хиросиму и Нагасаки ядерных бомбах. Но при этом в выступлении не было сказано, чьи это бомбы, кто отдал приказ бросить эти бомбы, кто виновник этих жертв. Такой подход – это сознательное умолчание, так как есть часть фальсификации истории, и следующий шаг – это перекладывание вины на других участников мировой политики. В результате такой фальсификации по умолчанию, возьму Японию, просто вот буквально неделю назад вернулась оттуда, 30% японских школьников полагают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз. Они не знают, что атомная бомба у Советского Союза появилась в 49-м году. Более того, носители, для того, чтобы эту бомбу доставить, появились в 57-м году. Аналогичная ситуация и по европейским странам. И следствием такой фальсификации по умолчанию является то, что часть молодых европейцев вообще уверены в том, что Гитлера победили Соединенные Штаты, а некоторые даже политики-журналисты, мы знаем это, утверждают, что Европа освободила Украина как самостоятельное государство. Фальсификация в результате привела к чудовищной неосведомленности, чудовищной неинформированности и некомпетентности как результат не только европейских граждан, но и европейских политиков, которые ответственны за принятие политических решений. И вот лично у меня, как у человека, не говорю уже просто не как исследователя, просто как у человека, возникает вопрос, какого качества и какой направленности могут быть решения, которые принимаются людьми такого уровня знаний? Ну, оставим этот вопрос, так скажем, риторическим. Ну, в заключение, еще раз хочу отметить, что на сегодняшний день можно говорить о, так скажем, традиционной подходе к изучению истории, основанном на фактах, и о новых интерпретационных или мультиперспективных подходах в посвящении Второй мировой Великой Отечественной войне. Безусловно, мы должны понимать, что традиционный подход тоже есть интерпретация, безусловно, однако эта интерпретация основана на достоверных источниках, на фактах, известных миллионам людей, и на документах, которые хранятся не только в государственных архивах, но и в семьях тех, кто сражался против нацизма. И прекрасным доказательством тому явился марш под названием «Бессмертный полк», который прошел не только в Москве на 9 мая, но и на многих городах России, и, кстати, и в странах СНГ. Вот, в свою очередь, пункты интерпретационного или мультиперспективного подхода носят избирательный характер, а в чистом виде они полностью не представляют картину. И это неудивительно. В этой связи мне вспоминается историк и писатель эпохи Возрождения Монтейн. Он писал, что в противоположность истине ложь обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов. Получается, что, если мы сравним традиционный, например, и интерпретативный подход или мультиперспективный, то, конечно, многие героические моменты и правда во втором случае будут умалчиваться. Ну и самое последнее. В условиях нарастающего противостояния коллективного Запада и России, ставшего следствием, во-первых, того, что Россия заявила свою жесткую позицию по Ливии и Сирии, то, что мы выступаем теперь в качестве активного участника на мировой арене, и во-вторых, тем, что мы категорически выступили против американо-бендеровского переворота на Украине. Здесь мы можем в качестве доказательства привести слова Барака Обамы, который в интервью Фариде Захарии на CNN в начале 2015 года открытым текстом подтвердил, что Соединенные Штаты участвовали в перевороте на Украине. Так вот, в этих условиях мы прекрасно отдаем себе отчет, что будет продолжаться информационно, а значит и психологическая война, и то, что одним из пунктов этой войны будет фальсификация итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Но мы готовы к этому в России, тем более, что правда на нашей стороне, на стороне детей и внуков, кто сломал хребет возглавляемому Гитлером коалиции. И мы готовы отстаивать наше право на правду и нашу правду. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.